Давайте теперь рассмотрим спорные случаи более подробно. С какого звука мы могли бы начать? Ну, наверное, надо начать разговор о спорных случаях с фонемы «ы», поскольку вообще спор относительно «ы» начался с момента возникновения фонологии. Собственно, надо сказать, что иногда так говорят, что чуть ли не различие между московской и петербургской фонологическими школами заключается в том, что петербуржцы признают фонему «ы» в качестве самостоятельной, а москвичи не признают, считают, что «ы» – это аллафон фонемы «и». Ну, в каком-то смысле это, конечно, правильно, но надо сказать, что это не связано собственностью с какими-то особыми теоретическими разногласиями в принципах установления состава фонемы. И, кроме того, надо сказать, что здесь не просто противопоставление московской и петербургской школы имеет место, а противопоставление петербуржцев, вообще Щербовской фонологической школы всем остальным, потому что большинство лингвистов, изучающих русский язык, и наших, и западных, исходят из того, что «ы» не является самостоятельной фонемой русского языка. Основанием для такого решения, ну, не признания фонемы «ы» является, конечно, дополнительная дистрибуция. Значит, «и» и «ы» находятся, ну, как бы, в отношениях дополнительной дистрибуции. «И» встречается в начале слова, да, после гласных и после мягких согласных, вот в таких позициях. А «ы» встречается только после твердых согласных, после твердых согласных. То есть получается, как бы, что в какой-либо одной позиции они не могут быть противопоставлены друг другу. Мы с вами говорили, что если звуки находятся в отношениях дополнительной дистрибуции, то, как правило, это аллофоны одной фонемы. Ну, например, можно привести примеры. «Играть» и в начале слова «поиграть», «перестать играть». Вот после «те» идет фонема «и». Ну, а после твердых «сыграть», «подыграть» и так далее. Ну, вот это и есть основание для признания «и» и «и» аллофонами одной фонемы. Мало того, даже есть еще одно, так сказать, еще одно основание для такого решения, а именно то, что эти звуки регулярно чередуются. Регулярно чередуются в одной и той же морфеме. Ну, в сущности, вот эти примеры как раз подходят. «Играть», но как только там оказывается твердый согласный, этот «и» автоматически как бы превращается в «ы». «Играть», «сыграть». «Игорь» с «Игорем». «Иван» от «Ивана». Или «Иван, вот Иван». Это настолько автоматическое изменение, настолько регулярно вот это вот чередование в одной морфеме, что действительно создается полное впечатление, что эти звуки взаимозаменяемы, в зависимости от позиции. Первым, кто четко сформулировал принадлежность «и» и «ы» одной фонеме, был Бодуэн де Куртене. Он вот эту вот общую для «и» и «фонему» назвал и мутабелье, и подвижное. Но, кстати, Бодуэн был основателем фонологии, поэтому я, собственно, и сказал, что спор возник уже со временем основания фонологии. А вот его ученик, Лев Владимирович Щерба, основатель Петербургской фонологической школы, в целом он как бы не отрицал аргументов Бодуэна о дополнительной дистрибуции, и даже добавил в сущности еще один аргумент, а именно возможность чередования. Он на это специально обратил внимание в своей известной работе «Русские гласные в качественном и количественном отношении». Но, тем не менее, он не согласился с Бодуэном, своим учителем, в том, что вот эта вот дополнительная дистрибуция этих звуков является абсолютной. А это, в общем, необходимо для признания звука фолофонами одной фонемы. Щерба полагал, что в русском языке, во-первых, есть слова, которые начинаются с «ы», а это значит, что «ы» и «и» могут противопоставляться хотя бы в одной позиции. А кроме того, и это может быть даже самое главное, дело ведь не в том, что есть какое-то слово. В конце концов, слова может и не быть. Об этом мы сейчас еще поговорим. А главное, что носители языка очень легко могут произносить слова, пусть даже, может быть, какие-нибудь искусственные, с начальным «ы». То есть они очень легко могут изолировать звук «ы» в начале слова, и тем самым он оказывается в противопоставлении к «и». Ну, самым ярким таким примером, собственно, минимальной парой является название букв. Название буквы «и» и буквы «ы». Если носитель языка литературного с легкостью произносит название буквы «ы», то и для «щерба», и, в принципе, совершенно естественно, признать такой звук самостоятельной фонемы, противопоставленной «и». Попробуйте-ка, например, изолировать «аллафон» фонемы «а» после мягких согласных. Вряд ли что-то получится. Это совершенно невозможно. «Э» какое-нибудь, да, или «ю-ю». Это очень трудно сделать, носители русского языка. А что касается «ы-и», это довольно ясно. Довольно ясно, это довольно легко. Кстати, между прочим, и сам Бадуэн тоже, когда писал о звуках «ы-и», тоже говорил, что все-таки отношения между ними не совсем такие, как между аллафонами других гласных фонем. И «щерба», видимо, развивал вот эту вот линию в его, так сказать, идеях. Ну, а кроме того, значит, есть и какие-то другие слова. «Ы-кать», «Ы-канье», которые противопоставлены терминам другим. «И-кать», «И-канье». Эти примеры «щерба» сам приводил. И вот этих фактов для «щерба» оказалось достаточно, чтобы все-таки признать фонемный статус, фонема «ы», звука «ы». Кстати, сейчас появляется довольно много слов с начальным «ы», и они, так сказать, произносятся носителями языка. Но вот можно привести некоторые примеры. Например, поселок Иныкчан в Якутии. Или Иныкчанский он называется. Название якутского праздника лета «ысыах» пишется вначале с буквой «ы». Или корейские. Корейские, кстати, между прочим, заимствования тоже дают нам формы с начальным «ы». «Ийсон» или «эйджу» – «города в Корее». Есть такой вот средневековый корейский полководец и вообще исторический деятель. «Ильчи» – «мундок». То есть, короче говоря, много разных. Ну, не то, что много, прямо скажем, не бесконечное количество. Но вот эти слова существуют, появляются. Сейчас многие ездят отдыхать в Турцию. Турецкий город Испарта есть. Кстати, забавно, что раньше, это вот сейчас он так и пишется с начальным «ы» и произносится. А вот на старых картах его обозначали Испарта. То есть, в принципе, ну да, конечно, произношение начального «ы» все-таки это, хотя и возможно, но все-таки редко встречается в русском языке. Поэтому может заменяться начальным «и», что более естественно. Но, тем не менее, вот мы видим, что сейчас это произношение «и» заменено произношением с «ы». Михаил Борисович, а вы согласны с мнением Льва Львовича Буланина о том, что название известного фильма «Операция «ы»» можно считать аргументом в пользу самостоятельности этой фонемы? Ну да, конечно, согласен. Потому что, если рассматривать название фильма и понимать его так, что там употреблено название буквы «ы», «Операция «ы»» и другие приключения Шурика, то да. Хотя, в принципе, если вспомнить сам фильм и вспомнить, каким образом возникло это название, то здесь могут возникнуть некоторые сомнения. Так вот, например, мой учитель, профессор Владимир Викторович Колесов, он как раз не соглашался с мнением Льва Львовича. Они вообще все время спорили на разные темы. Учились в одной группе студенческой когда-то. И Колесов говорил, что разве можно вообще считать фонемой какой-нибудь там неприличный звук, который издает человек? Потому что там, по-моему, один из героев фильма, это, собственно, было нечто вроде икания такое, операция «ы» что-то такое. Но, конечно, обозначить ее пришлось буквой «ы», когда мы само название фильма произносим, мы просто произносим «ы», действительно фонему «ы», или звук «ы», так скажем, фонему или алофон фонемы «ы», в зависимости от точки зрения. Но, тем не менее, в общем, можно согласиться, что это вот... Иначе, если бы не было в русском языке, в системе русских гласных такой фонемы, наверное, невозможно было бы это произнести просто. Возможно было бы произнести. Вообще, надо сказать, что противники фонемы «ы», так скажем, или фонематической самостоятельности «ы» вообще не приняли вот этих аргументов, связанных с тем, что вот есть много разных заимствований в русском языке с начальным «ы». Именно на том основании, что заимствование нельзя привлекать в качестве материала для установления состава фонем. И здесь действительно возникает проблема. Вообще, проблема с заимствованиями, да, с лексикой заимствованной существует в данном случае. Ну, например, если, поскольку носители русского языка тоже, многие из них, во всяком случае, сейчас, наверное, и большинство двуязычны, да, особенно если учесть изучение иностранных языков. Ну, например, если вы будете произносить какое-нибудь слово с среднеевропейским «л», например, «лорнет», да, допустим, или произносить какое-нибудь, ну, допустим, «блёв», да, с таким вот «э» переднего ряда, то, ну, действительно, возникает вопрос, а можно ли считать вот эти вот звуки особыми фономами русского языка? Видимо, нет, потому что они не прошли через фонологическое сито русского языка, и носитель пытается произнести это на иностранный манер. Так что вообще вопрос существует, и здесь это просто уже и здравый смысл исследователя, потому что все-таки, как я еще раз повторяю, это исследовательская процедура, а не просто какие-то логические операции с теми или другими звуковыми отрезками. Итак, значит, противники фонема «и» считают просто, что вот эти вот слова «ысаах», «ы» и так далее – это малочастотная лексика, она подчиняется своим фонетическим законам и не позволяет, ну, и не релевантна, так скажем, для определения состава фонем. Кстати, ну и тут вот я могу привести позицию одного из, так сказать, современных таких представителей московской фонологической школы, Леонида Леонидовича Касаткина, он, наверное, сейчас такой самый крупный представитель московской фонологической школы. Вот он говорил, что на вопрос о том, существует ли фонема в русском языке, отвечал так. Да, существует, но только в системе малочастотных необщеупотребительных слов. Да, имея в виду термины какие-то, какие-то географические, может быть, названия, которые освоены русским языком, да, вот он, так сказать, признает это. И тут же вот к вопросу о противопоставленности, противоположности петербургской и московской школ, ну, вот можно привести и мнение одного из видных представителей нашей, значит, Щербовской фонологической школы, Вадима Борисовича Касевича, который тоже, в принципе, высказал такое предположение в одной из своих работ, что в языке неграмотного или малограмотного носителя, значит, русского языка фонема «ы» отсутствует. Она присутствует только в языке вот грамотных, ну, по крайней мере, тех, кто знает название буквы «ы», и такие замечательные термины, как «ыканье», и «ыкать» может, так сказать, понять, употребляют вот эти заимствованные слова и так далее. Так что, видите, тут вот как бы разные школы даже могут и смыкаться в каких-то вопросах. Это не связано прямо с какими-то особыми теоретическими установками, да, той или другой школы. Таким образом, в языке малограмотного носителя отсутствует по мнению Касевича. Ну, я не знаю, может быть, он сейчас уже придерживается какого-либо другой точки зрения, но вот в 80-е годы он высказывал такой взгляд на проблему. И тут мы подходим действительно к довольно существенному такому моменту. Ну, вот смотрите, неужели вообще фонологический статус фонемы целой, да, вообще вот из всего-то пяти-шести, это вообще 20% можно сказать фонемного состава гласных, неужели может зависеть от того, существует, значит, вот какой-либо термин или какое-то географическое название, начинающееся с «ы» в русском языке, или вот название «ы». Ведь до 19-го века, до середины 19-го века и название-то буквы «ы» было другое, «еры» называлось, да, а вот тем не менее вдруг почему-то в 19-м веке вдруг ее стали называть «ы». Наверное, это было бы невозможно, если бы такой фонемы не было в русском языке. И вообще, значит, вот возникает, здесь такой вопрос, который напоминает проблему курицы и яйца, что раньше, да, что раньше появляется фонема, а потом, соответственно, какие-то заимствования могут проникать в язык, когда фонема уже существует, или фонема и появляется в результате, в результате возникновения, появления заимствования. Ну, конечно, здесь я, например, считаю, что сначала фонема «ы», сначала должна появиться фонема «ы», но в данном случае с «ы» так вопрос даже нельзя ставить, потому что «ы» вообще существовало как фонемы и в древнерусском языке. И как раз история заключалась в том, с точки зрения противников фонемы «ы», история отношений между «ы» и «и» заключалась в том, что это противопоставление, которое существовало в древнерусском языке, оно постепенно утратилось в результате развития корреляции по твердости и мягкости, когда гласные стали противопоставляться по твердости и мягкости. В результате различие между «ы» и «и» потеряло функциональное значение свое. Возникла ситуация дополнительной дистрибуции, и «ы» и «и», не изменяя своего произношения, они просто стали функционировать как аллофоны одной фонемы. И вот в тот момент, когда, казалось бы, уже фонема «ы» должна была уже совершенно исчезнуть в XIX веке, вдруг русские люди решили заменить название буквы «яры» на название «ы». Не говорит ли это о том, что вообще «ы» и «и» так и оставались всегда самостоятельными фонемами? А, конечно, русских слов с начальным «ы» не было, просто потому что это было невозможно, исходя из самого происхождения фонемы «ы». Итак, решающим аргументом в пользу фономатической самостоятельности «ы» в русском языке является возможность, в принципе, возможность, которая, кстати, и реализуется, возможность произношения начального «ы» в русских словах. Надо сказать, что носители языка, в принципе, периодически произносят начальное «ы», иногда вместо начального «и». Это, правда, происходит в специфических некоторых случаях, но, например, встречается произношение «ырка» вместо «ирка», или «экономика» вместо «экономика», нормативного произношения с «и», или «этюд» вместо «этюд», и так далее. Вот это вот даже есть фиксация такая на письме вот этих вот таких вот форум. Мне рассказывали, например, что одна девочка написала письмо в редакцию какого-то детского журнала и подписала свое письмо «ваша «ырка», «ырка» с начальным «ы». Почему вообще возможно такое произношение? Видимо, оно возникает в результате переноса по аналогии. Значит, соответственно, если говорить об этой девочке, она периодически слышит, как говорят, с «ыркой», от «ырки», к «ырке», вот «ырка» и так далее. И она начинает воспринимать свое имя как начинающееся с «ы». Это было бы совершенно невозможно, если бы фонема «ы» отсутствовала в системе русского языка. То же самое происходит и с этими словами, с произношением, допустим, «экономика» вместо «экономика». С «экономикой» плохо, от «экономики» все зависит, крах экономики и так далее. Там, значит, начальное «ы» периодически встречается. Таким основополагающим положением фонологической теории является то, что по аналогии могут переноситься только самостоятельные фонемы. Алофоны не могут переноситься по аналогии. Они не осознаются носителями языка. Это, кстати, положение впервые сформулировал Лев Владимирович Щербов в своей работе, о которой я уже упоминал. «Русские гласные в качественном количественном отношении» в 1912 году. Так что вот эти факты, они в принципе, косвенно, не косвенно, в общем, скорее льют воду на мельницу тех лингвистов, которые склоняются к признанию фонологического статуса «ы» в русском языке. В связи с фонемой «ы» хотелось бы затронуть еще один вопрос. Он, так сказать, диахронический аспект проблемы. Как я уже сказал, в древнерусском языке фонема «ы» была самостоятельной, противопоставлялась «и». И те лингвисты, которые в современном русском языке не признают фонемный статус «ы», считают, что в результате некоторых фонетических изменений «ы» превратилась в алофон фонемы «и». И надо сказать, что большинство тех лингвистов, в том числе и Лев Владимирович Щерба, и те, кто разделяют его идеи, то есть петербургские фонологи, считают, что фонема «ы» носит такой пережиточный характер. То есть они, в принципе, соглашаются с тем, что фонема «ы» вроде бы должна находиться на пути к исчезновению, но все-таки вот она еще сохраняет свой такой пережиточный характер. Щерба прямо так и говорил, что это пережиточная фонема. Надо сказать, что вот с такой точки зрения можно было бы поспорить, видимо. Все-таки вот эти факты, которые мы с вами перечисляли, и появление заимствований современных с начальным «ы», и появление названия даже буквы «ы», которая появилась тогда, когда уже фонема «ы» буквально дышала наладанно, видимо, и вдруг ни с того ни с сего такой всплеск. Эти факты все говорят скорее о том, что фонема носит совершенно непережиточный характер, что она никогда не исчезала и никогда не имела тенденции к исчезновению в русском языке. Сейчас мы, конечно, не можем вдаваться в вопросы исторической фонологии, но, в общем, здесь на самом деле аргументы тех, кто все-таки считает, что фонема «ы» исчезла или исчезала в связи с развитием корреляции потвердости, мягкости и так далее, они не очень, на самом деле, убедительны. И современное состояние показывает, что, скорее всего, это все-таки не так. И в заключении скажу, что важность фонемы «ы» заключается, видимо, для системы современного русского языка, заключается еще и в том, что если такая фонема существует и противопоставлена фонеме «и», то это говорит о том, что признак ряда является дифференциальным, фонологически существенным для системы русских гласных, потому что фонемы «ы» и «и» могут различаться, конечно, только признаком ряда. И, собственно, на этом противопоставлении держится признак ряда в современном русском языке. Кстати, противники фонемы «ы» иногда даже высказывают такой аргумент против фонологического статуса такой фонемы. Они говорят, что нельзя признать фонему «ы» самостоятельной единицей, потому что признак ряда является недифференциальным в современном русском языке. Опять же, возвращаясь к принципам установления состава фонем, тут нужно сказать, что мы ничего не знаем о дифференциальных признаках до того, как установлен состав фонем. То есть мы сначала устанавливаем состав фонем, и только потом можем уже говорить об их дифференциальных признаках. Так что этот аргумент нужно отвести, естественно, и наоборот. Признав фонему «ы», мы должны признать релевантность и признак ряда в современном русском вокализме. Итак, мы рассмотрели спорные случаи в системе вокализма. Что происходит в системе консонантизма? Какие согласные звуки вызывают сегодня споры среди фонологов? Ну, как я уже сказал, в первую очередь это вопрос о долгом, мягком, глухом, шипящем, «щ». В какой-то степени с ним связан вопрос о долгом звонком, мягком, шипящем, «ж». А вот что касается мягких заднеязычных, то этот вопрос, в принципе, может быть, сейчас таких особых споров не вызывает. Большинство лингвистов все-таки уже согласились с тем, что такие фонемы существуют, «кегихи», противопоставлены фонемам «кгх». Но, тем не менее, все-таки имеет смысл, может быть, кратко остановиться еще на этом вопросе, потому что он некоторым образом как-то оказался связанным с фонологическим статусом фонемы «ы». Вот, собственно, ради этого, может быть, имеет смысл сказать несколько слов. Значит, если в древнерусском языке фонема «ы» была самостоятельной, как я уже сказал, фонемой и применительно к современному состоянию статус «ы» подвергается сомнению, то с мягкими заднеязычными вопрос как раз стоял прямо противоположным образом. Таких фонем не было в древнерусском языке. Если появлялись мягкие согласные заднеязычные в каких-то случаях в древнерусском заимствованиях, допустим, кит или хитон и так далее, то они встречались только перед гласными переднего ряда и были алофонами, собственно, твердых заднеязычных, так условно скажем. Самостоятельного статуса фонологического они не имели. Они значительно позднее включились, причем они значительно позднее включились в корреляцию по твердости и мягкости, чем другие согласные, чем губные. Значит, уже было противопоставление «пп», «бб», «тт», «дд». Но вот к «ке» еще не противопоставлены были даже, видимо, в 15-м, может быть, в 16-м веке. То есть это еще как раз где-то в 16-м, может быть, веке они могли появляться в разных диалектах восточнославянских, древнерусских. И проблема здесь состоит в том, как бы появились ли они уже. То есть с фонемой проблема была в том, исчезла ли она окончательно, с точки зрения некоторых лингвистов. А применительно к мягким заднеязычным вопрос стоял так, появились ли они уже. То есть этот вопрос как бы исторический, диахронический. С какого момента мы можем говорить уже о кигихе, как о самостоятельных фонемах. Ну а в таком теоретическом плане здесь вопрос тоже связан, как и с «ы», с решением вопроса парадигматической идентификации. Ну, собственно, что здесь, какие аргументы были высказаны против фонематического статуса кигихи, ну, допустим, даже в начале 20-го века и в середине 20-го века. Дело в том, что твердые заднеязычные и мягкие заднеязычные, они, в принципе, при чередовании в морфиме находились в состоянии дополнительной дистрибуции. То есть, возьмем, например, слово «рука». «Рука» рукой руку перед гласными заднего ряда у нас твердый. Но если у нас то же самое слово, значит, оказывается перед гласным «э» или «и», то, соответственно, там появляются мягкие. «Руке» руки. «Рука» рукой руку, но «руке» руки. Как бы здесь возникает такое автоматическое чередование, дополнительная дистрибуция, причем чередование, соблюдаются эти правила парадигматической идентификации, о которых мы говорили. И, в принципе, из этого делается вывод, что кигихи не являются самостоятельными фонемами. Сторонники, тем не менее, фономатического статуса кигихи, по крайней мере для 20 века, для русского языка 20 века литературного, они считали, что вот этих примеров недостаточно для подтверждения вот этой точки зрения, а не фономатичности кигихи. Дело в том, что все-таки эта дополнительная дистрибуция, она, конечно, дополнительно нарушается во многих случаях. Потому что в русском языке есть заимствования, опять же. Опять же, здесь камень преткновения – это заимствования, как их оценивать. Есть заимствования какие-нибудь, например, гюйс или гёте, кюхля и так далее. В общем, не так уж мало этих заимствований. Они возникли довольно давно, и в 19 веке, конечно, были все эти слова. Можно было бы предполагать, что уже в 19 веке кигихи были самостоятельными фонемами. Кроме того, в современном языке, во всяком случае, в 20 веке такие формы появились тоже как бы с... Слова-то русские, наверное, да, но оформленные заимствованными суффиксами, да, допустим, там типа... Хроникер какой-нибудь, Киаскер и прочие, да, явно показывающие возможность употребления мягких заднеязычных перед гласными заднего ряда, да, О. Тем не менее, значит, естественно, что так же, как и с заимствованиями, вот, с начальным И, эти формы отводились как нерелевантные для решения данного вопроса, потому что это заимствование, что это особая подсистема слов и так далее. Даже такое русское слово, ну, вроде бы, вот, спряжение глагола ткать, да, ткут, кёш, ткёт, ткём, ткёте, ткут, да, там, где совершенно очевидным образом вот это появляется перед... В русском слове таком, да, появляется мягкий заднеязычный перед О. Казалось бы, ну, всё, уже нужно сдаваться противникам, значит, вот, фонологического статуса Ки, по крайней мере, да. Ну, и, конечно, Кикихи, наверное, всё это параллельно происходило. Тем не менее, даже этот пример всё-таки считался неубедительно. Вот Михаил Викторович Панов, известный представитель Московской фонологической школы, человек очень яркий, такой, очень задиристый, такой запальчивый, который много всякого говорил. Вот он считал, что этот пример не подходит, потому что он не показательный, потому что здесь вот это вот в словах ткёт и кот, да, вот эти вот заднеязычные мягкие перед О. находятся в разных морфонологических позициях. В одном случае внутри корня, в другом случае на стыке слов, хотя это буквально минимальная пара. Водкёт, да, или Водкот и Водкёт, да. Минимальная пара, где совершенно очевидно представлено это противопоставление. Надо сказать, что, кстати, между прочим, эта форма-то сама ткут, кёш, ткёт, ткёт вместо тчёт появилась только в середине 19 века, видимо, второй половине 19 века. Она на равных правах начала входить в литературный язык. До этого спрягали ткут, чёш, тчёт, тчём и так далее. Ну, по крайней мере, 19 век, это вот уже споры до середины 20 века фактически шли. Вот это вот мнение своё Панов высказал в середине 20 века. Кстати, он позволит себе вернуться ещё к «ы», по поводу споров относительно «ы». Например, Панов заявил как-то, ничтоже сумняшись, что вопрос о фономатическом статусе «ы», научными, вообще споры относительно фонологического статуса «ы» научными причинами не может быть обоснован. Здесь какие-то якобы другие ненаучные причины. Он был, конечно, противником фономатического статуса «ы». Уж какие там другие причины он ещё выискивал у сторонников фонемы «ы» непонятно. Так что споры в основном идут относительно того, когда, когда, когда. Ну, как вы уже поняли, видимо, из того, что я говорил по поводу начального «э», и я, конечно, ну и как большинство представителей Петербургской фонологической школы склоняются к тому, что, конечно, вот эти данные заимствований и даже просторечные формы, такие типа «тикёт», «пикёт» и так далее, они вполне законно могут привлекаться для решения вот этих вот вопросов установления состава фонем. Я, например, считаю, что состав фонем не может различаться в литературном языке и в просторечии, как бы при этом литературном языке. И, конечно, здесь совершенно однозначно можно говорить о том, что, значит, ки-ги-хи давно уже являются самостоятельной фонемой. Вообще, скорее всего, где-то с середины XVIII века уж, во всяком случае, точно мы можем это считать, так считать. Кроме того, дополнительная дистрибуция и с другой стороны была нарушена. Ведь и перед гласными переднего ряда тоже твердые могут быть. Не только мягкие перед гласными заднего ряда, но и твердые перед гласными переднего ряда могли быть. Ну, перед Э, например. Э ведь гласные переднего ряда. Ну, например, у нас, так сказать, на стыках правдов слов, конечно, в первую очередь, или на стыках морфем. Ну, например, там какой-нибудь к этому, давным-давно, там твердый Э, к этому, двухэркерный какой-нибудь этаж или что-то. Не знаю, я, наверное, сочинил это слово, но в принципе оно вполне может быть. Вот. Или там дурак этакий, сверх этого и так далее, и так далее. То есть это совершенно нормально. Я уже не говорю о заимствованиях там типа КЭП, ГЭК, Хэллоуин и так далее, и так далее. Или слова уже, собственно, русские, конечно, название буквы ГЭ или какие-нибудь сокращения ГЭС и так далее. ЕГЭ теперь вот, да, вот у нас теперь появилось слово. В ходе вот этих вот споров относительно фономатической самостоятельности И и мягких заднеязычных, возник один такой вот довольно интересный момент, забавный момент. Дело в том, что многие фонологи, они не признают фонему И и одновременно не признают мягкие заднеязычные как самостоятельные фонемы. И тогда вот возникает такой вопрос, а чем же различаются, например, словоформы КЫРИ и КИРИ? КЫРИ, это речь идет об ИРИ, значит, Ира в дательном падеже с предлогом КЫРИ, мы пришли КЫРИ, и КИРА во втором случае, я сказал КИРИ. КЫРИ, явно совершенно, что эти две словоформы различаются, но если мы не признаем фонему И и не признаем мягкие заднеязычные, то фонемный состав вот этих двух словосочетаний практически совпадает. Если записать вот эти вот словоформы фономатической транскрипции, то у нас получится абсолютно одно и то же. И тут на это было указано представители Московской фонологической школы, которые не признают ни И, ни КИГИХЕ. Получается так, что чего не хватишься, ничего нет. И тогда, казалось бы, выход один. Признать либо одно, либо другое, либо фонему И, либо мягкие заднеязычные, либо тогда уже согласиться с петербургскими фонологами и признавать и то, и другое. Это тоже вполне возможно. Почему, собственно, только одним они должны различаться, может быть, различие и в заднеязычных, и в фонемах, и в фонеме И. Но, тем не менее, представители Московской фонологической школы вообще легких путей не ищут. И здесь удалось преодолеть вот это вот противоречие следующим образом. Была введена такая новая особая единица, так скажем, фонологическая, которую они назвали диарема, которая представляет собой, с точки зрения этих фонологов, пограничный сигнал в звуковой цепи. То есть это некая такая единица, или, как они говорили, нулизованная фонема. То есть она как бы не звучит, но она функциональная некая единица, которая никак не звучит. А фактически это некая особая морфонологическая позиция. И обозначили они ее особым знаком, который можно видеть сейчас на экране. Получается, что диарема фактически входит наравне с фонемами в состав звуковой оболочки. Фактически получается, что фонологическое различие между словоформами кыри, там где речь идет об ире, и кире, там где речь идет о кире, заключается в том, что в первом случае между к и и находится особая фонологическая единица, вот эта вот диарема. Ну и в этом и заключается фонологическое различие между этими словами. То есть, значит, к перед диаремой в первом случае не смягчается, а во втором случае, там где нет никакой диаремы, а прямо перед и смягчается. Соответственно, вот таким образом удалось выйти из вот этого затруднительного положения тем представителям московской фонологической школы, которые не признавали ни мягких заднеязычных, ни «ы». Таким способом достигнута некоторая экономия в составе фонем. Нет фонемы «ы», нет мягких заднеязычных, но зато пришлось ввести особую такую вот фонетическую единицу, такую, в общем, в некотором смысле фонему, синтагма-фонему, как говорил Михаил Викторович Панов. Надо сказать, что, конечно, Петербургскую школу вопросы экономии в описании системы никогда особенно так вот не заботили, или они руководствовались другими принципами. Ну и, соответственно, для них, для представителей Петербургской фонологической школы, вот введение таких знаков, таких, извините, фонетических единиц типа диаремы никогда не было привлекательным, так скажем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...